Сургутяне встревожены. Городская полиция проводит проверку после сообщений о подозрительном незнакомце. По домовым чатам разлетелась информация о том, что неизвестный человек стучится в квартиры, когда родители не дома, и убеждает детей открыть дверь. Пользователи соцсетей описали как минимум два таких случая в разных частях города. Очевидцы даже смогли описать его. По их словам, незнакомец был одет в черную куртку с капюшоном. Подано заявление в полицию. 17 февраля днем в дежурную часть поступило сообщение о том, что в доме номер 13 по улице Усольцева неизвестный мужчина стучится в квартиры. В настоящее время по данному факту сотрудниками УВД России по городу Сургуту в рамках действующего законодательства проводится проверка. В Югре сократилось количество дистанционных преступлений. Полиция наращивает усилия по борьбе с IT-преступлениями. Такие данные озвучили на совещании в окружном правительстве. По сравнению с прошлым годом число мошенничеств с использованием возможностей интернета сократилось более чем на 4%. Сегодня в общей массе их количество все же весомо и превышает треть от всех правонарушений. Югорским полицейским за прошлый год удалось улучшить статистику раскрываемости IT-преступлений на 3,5%. Наиболее эффективными в борьбе с дистанционными мошенниками остаются профилактика, информирование населения и цифровая грамотность людей. Жительница Пытьяха сделала для бойцов СВО борщ, но не обычный, а сухой. Женщина приготовила смесь из дегидрированных овощей и бульонных кубиков. Чтобы приготовить суп военнослужащим, нужно добавить смесь в горячую воду. Сухой борщ отправили на Донбасс вместе с другими посылками из дома. Одноименную акцию организовало региональное отделение партии «Единая Россия». Югорчане отправили на Донбасс 22 тонны гуманитарного груза. Это продукты, теплая одежда, блиндажные свечи, маск-халаты и другие полезные вещи, которые пригодятся бойцам СВО. Таким образом, югорчане поздравили военнослужащих с наступающим праздником – Днём Защитника Отечества. Сбор посылок из дома сейчас продолжается. Очередную партию отправят на Донбасс в марте. В Макеевку мы отправили ещё стиральную машину, потому что там есть многодетная семья, в которой шесть мальчишек. Получилось так, что родители погибли. И во главе семьи сейчас молодая девушка 22 лет. Стиральная машинка сломалась, поэтому мы приобрели эту стиральную машинку и туда отправили. Югорчанки присоединились к фотопроекту «Жёны героев». Его участницы – супруги военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. В Нягоне моделями стали 16 жен мобилизованных. Съёмки прошли в фотостудии Ирины Чернетинской. Она и стала инициатором проведения акции в Нягоне. Свои портреты в кителях мужей Нягоньки отправят вместе с письмами своим защитникам. Такой подарок, уверены участницы проекта, обязательно поддержат боевой дух. Я, как любая, наверное, супруга, мама, сестра, я очень переживаю за него. И очень хочу, пришла на этот проект, чтобы поддержать тем самым. Я думаю, что ему будет очень приятно, что мы всё-таки вместе, не бросаем их сложные в этой трудной ситуации. Мы всё равно мыслями, сердцем, мы всё равно с ними. Переживание, гордость за него, как бы вот прям вот стою духом вот этим, вот когда вот одеваю родное на плечо. И вот прям вот такое, и переживание есть, но самая гордость за него, что вот он у меня вот такой вот. Не побоялся ничего и пошёл. И он мне ещё сказал, наши деды воевали, говорит, на войне, защищали, говорит, и я, говорит, пойду, чтобы мои дети, говорит, ходили, говорит, целости и сохранности в безопасности.